МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть такая карта АТЭС для азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, по которой можно без виз летать в эти страны после того, как МИД согласует вашу кандидатуру с этими странами. Такая практика существует, и мы посчитали, что если мы эту практику реализуем в рамках БРИКС, то это будет оптимально для представителей бизнеса. Межгосударственные отношения на финансовом поле будет поддерживать банк развития группы БРИКС. Он может начать работу к концу года. В российском Минфине сообщили, что на июль намечена первая встреча Союза управляющих банком. Капитал нового института развития составит 100 миллиардов долларов, из которых половину внесут сами страны БРИКС, а наполнение второй половины пока обсуждается. Это возможность работы в этом банке стран, являющихся странами БРИКС. То есть могут ли они вкладывать свои средства, могут ли они предлагать свои проекты, могут ли они вообще участвовать и так далее. Ну, там есть разные позиции, сейчас, я думаю, рано комментировать это. Тем не менее, такая дискуссия есть, и я думаю, что она будет завершена от момента начала работы банка. В этом году Россия получит статус председателя делового совета БРИКС. По инициативе нашей страны в нем появится новая рабочая группа по агропромышленному комплексу. Торгово-промышленная палата, как один из участников российской делегации, предложила на государственном уровне договориться о сближении стандартов и регламентов по продовольствию, согласовать санитарные нормы. У нас сейчас создана рабочая группа, теперь дополнительно у нас было их пять, я сказал, уже шестая, как кажется, будет заниматься аграрными вопросами, в том числе и продовольственными. Я думаю, что в рамках этой рабочей группы будет работа более активно там, так сказать, вестись. Продовольственным рынком России активно интересуется Китай. В прошлом году товарооборот между нашими странами вырос до 95 миллиардов долларов, а в этом году может увеличиться до 100 миллиардов. В июне на форуме в Санкт-Петербурге должна пройти встреча стран Шанхайской организации сотрудничества и делового совета БРИКС по вопросам расширения торговли и сотрудничества в других сферах. Считаю, что вполне реально увеличить оборот, тем более, что у нас есть ниши, освобожденные европейскими, так сказать, странами, которые присоединились с санкциями. У наших китайских партнеров есть возможность, они все больше и больше интересуются разными сферами, кстати говоря, не только то, куда их сразу пригласили, там, по продовольственной программе, что называется, но и по другим направлениям. Есть интересы к энергетике, большой интересы к машиностроению, есть интересы. Стратегическое партнерство пятерки стран потребует совместной настройки законодательства по многим направлениям. Среди них миграция, трудовые отношения, пенсионное и социальное страхование, равные права для иностранных работников из стран БРИКС, а также взаимодействие в финансовом, банковском и корпоративном секторах. Чтобы облегчить бизнесу, выход на рынки стран-участниц еще предстоит многое согласовать, в том числе порядок разрешения судебных споров, получения разрешений на строительство и регистрации недвижимости. Редактор субтитров А.Семкин